Приветствую, я Константин Игначук, и сегодня я общаюсь с политологом Тарасом Березовцом. Мы обсудим, какие главные поражения российской армии, какой будет новая система безопасности в Европе после российско-украинской войны, но вначале Тарас поделится своими соображениями, почему отношение европейцев к Украине стало значительно лучшим, чем до вторжения. Итак, Тарас, давайте вот с чего начнем. 9 мая Украина передала вторую часть опросника на соответствие страны требованиям вступления в ЕС. До начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля об этом даже речи не могло идти. Почему настолько кардинально и так быстро поменялось отношение европейских политиков к Украине? Сама Украина сделала все для того, чтобы изменить максимально быстро отношение к войне. Мы помним заявление, которое озвучало от европейских политиков накануне о вторжении в Россию и в первые дни. Будем говорить откровенно, об этом заявляли украинские дипломаты, которые работали в европейских столицах. В частности, на это намекал один из украинских дипломатов. Насколько мне известно, речь идет о Германии, что посол Украины в этой стране, Мельник, ну это опять же, это из моих источников, имел длительную беседу в Министерстве иностранных Германии накануне вторжения, и статсекретарь немецкого МИДа сказал, что ребята, ну давайте говорить откровенно, о чем вы говорите. То есть 72 часа и Киев падет, и Украина будет захвачена. То есть зачем нам вам помогать? И вот сделали классическую ошибку. То есть смотрите, они доверялись цифрам, посчитали общее количество номенклатуры российских танков, системы реактивного залпования, артиллерии, БМП, БТР. Они же как бы люди бюрократы, они же люди как бы в Европе, они считают цифры. Ну то есть если Россия декларировала 14 тысяч танков, у них там 12 тысяч БМП, ну значит они все есть, они на ходу, это современное. Плюс все помнят парады, на которых представляли технику, самую современную российскую. И никто не подумал, что это все может быть просто по Тенкинской деревне, что это фасад, что это просто красивый фасад, за которым стоит та же самая российская гниль. Что вместо танков Т-90 прорыв, у них реально там Т-80 или 72-ки. И все, и у них нет ничего на самом деле. Все старое, все разобранное, разворованные моторы, отсутствующий карбюратор. Она не едет, не стреляет. И самое главное, что сделали такую ошибку? Недооценили мужество ВСУ, недооценили профессионализм украинской армии, не доверились тому, что были проведены серьезные реформы после 2014 года, а это было сделано. И сделали классическую ошибку, допущенную в Афганистане. То есть они посчитали, что нет смысла Украине не давать серьезное оружие, потому что повторится Афганистан, позор, значит захватит Россия все. Вот мы дадим ей такие тяжелые вооружения, а все будет захвачено Россиянами. Зачем это делать? Вот, что все будет захвачено 48, максимум 72 часа. То есть они побоялись откровенно. И когда Украина начала демонстрировать героизм невиданный, когда Блицкрик обернулся поражением россиян, вот, были разбиты их лучшие элитные части, ВДВ, силы специальных операций, вот, когда хваленые кадыровцы бежали, просто с пятки сверкали, вот тогда они поняли, что они имеют дело с очень серьезной армией. И эта армия, которая называлась «Второй в мире», на самом деле таковой не является. А по духу, по подготовленности, мотивированности, ВСУ превосходят вооруженные силы Российской Федерации намного, на несколько порядков. И вот, когда они это увидели, когда они посмотрели на это, и плюс к этому добавились тягчайшие военные преступления, которые были совершены в Украине, особенно после их панического бегства россиян из Киевской области, когда всему миру открылись ужасы. Что мир не привык, послушайте, это Европа, тут люди живут патриархальной жизнью, здесь никто не может себе представить, что кто вот может зайти, орда, убивиться насильников и насиловать 11-12-летних детей, насиловать мальчиков несовершеннолетних на глазах их родителей. У них головы не укладывалось. И когда они это увидели, все российские попытки представить это как фейк, как результат постановки, они еще больше их озлобили. И тогда первыми начали менять точку зрения европейцев, это были журналисты, СМИ. Западные СМИ, они сыграли ключевую роль. Но опять же, кому? Благодаря украинским политикам, экспертам, тех, кто выступал на этих каналах. Потом СМИ поменяли общественное мнение. Ужаснулась Европа, ужаснулись Штаты, Канада. Все увидели эти кошмары. Увидели героизм украинской армии. И после этого политики инертные, у них не было выбора. Они не хотели, поверьте, европейские политики не хотели поддерживать Украину. Они не хотели, конечно, оказывать такую помощь, но у них не осталось выбора. Посмотрите сейчас опросы. В самых пацифистских странах, в Германии, в самой пацифистской, большинство немцев после увиденного выступает за предоставление Украине самых тяжелых современных вооружений. Вот результат. То есть два компонента. Героизм, профессионализм украинской армии. И второе – это те ужасы, которые совершила российская армия на украинской земле. Стало известно, что Европа готовит дополнительный пакет помощи Украине в 500 миллионов евро. Кроме того, Соединенные Штаты увеличат свою помощь. Рассматривается сейчас даже не 33 миллиарда, а 40 миллиардов долларов. Почему Западу выгодно помогать Украине? Ну, этот пакет помощи пока, мы, конечно, благодарны, но это очень маленькая сумма. Давайте будем откровенно. На восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов долларов и евро. Ну, сейчас я так понимаю, что речь идет именно об оперативной помощи. Я понимаю, да. Но наша оперативная потребность ежемесячная в экономической помощи составляет порядка 5 миллиардов евро. Мы должны их получать просто для того, чтобы иметь возможность платить пенсии, пособия и тому подобное. Поэтому нам нужно намного больше. Почему они нас спасают? Ну, причин несколько. Поскольку этого требует их СМИ, и, соответственно, общество, они видят на страдании украинского народа, они говорят, что нужно спасать украинцев, нужно им помогать. Вторая причина – это то, что они понимают, что лучше поддерживать украинцев и сделать так, чтобы они остались внутри страны, поскольку еще большее увеличение количества беженцев, ну, для них уже представляет огромную проблему. 6 миллионов, которое зашло, извините. Но это огромные логистические проблемы. Они не выдерживают просто уже, они на грани находятся, многие страны. Это вторая причина. Третья причина в том, что они реально понимают, что Украина борется. Сейчас за демократию во всем мире, и она борется с российской угрозой. И надо Украину поддержать, поскольку если Украина упадет, то следующими целями станут страны Европы и НАТО. Европа уже получает угрозы от России, прямые. Смотрите, и Россия угрожает НАТО, Россия угрожает Швеции, она угрожает Финляндии, она угрожает странам Балтии, она угрожает Польше. И это не мифические угрозы. Европа уже увидела, что Россия способна. Она может нанести ядерные удары, пока нет, но удары ракетные, например, вполне возможно. Тем более, что, например, Швеция и Финляндия не являются пока членами НАТО. Я об этом предупреждал, что есть большая опасность. То, что Россия может начать носить сейчас ракетные удары или иные провокации устраивать против Финляндии и Швеции. Пока они не вступили в НАТО, они уязвимы. Они реально уязвимы. И у Путина стопора практически нет. В момент, когда они уже будут приняты, тогда уже, понятно, он не будет рисковать. А пока я оцениваю эти угрозы против Финляндии и Швеции, абсолютно реалистичные. Они могут обстрелять на какую-то прибрежную, ну, не так, приграничную полосу. Ну, реально, то есть это не надо недооценивать сейчас как бы жестокости Путина и способности его идти на кардинальные меры. Одна из целей Путина, которой он придерживался многие годы, это разрушить систему безопасности в Европе. И начиная с 2008 года он это планомерно реализовывал. После 24 февраля система безопасности в Европе рухнула окончательно. Как вы считаете, вокруг кого будет выстраиваться новая система безопасности после российско-украинской войны? Ну, она будет теперь выстраиваться вокруг Соединенных Штатов Америки. Это безусловно. Америка увеличила многократно свою ценность для Европы. Европа понимает, что без американских вооруженных сил она не может протестовать России, потому что у них очень маленькие армии. Вы посмотрите, армия в Великобритании 40 тысяч, армия Польши сейчас будет увеличена у них до 120 тысяч, пока 60. Но это очень маленькие армии. То есть у России больше миллиона. И посмотрите, украинская армия, ну, сейчас она огромная, она борется, но ей очень тяжело. И поэтому все будет строиться, как бы вот этот центр этой безопасности был Соединенные Штаты и новые члены. Я считаю, что новые члены НАТО, ну, условно говоря, кто вступил относительно недавно, 20 лет назад. То есть будут строиться сейчас вокруг Польши, поскольку польские вооруженные силы сейчас будут самыми крупными в Европе, это уже очевидно. Там будут американские базы. Кроме того, очень сильно вырастает значение сейчас с учетом угрозы со стороны Черноморского флота России, возрастает значение а. Турции, б. Румынии и ц. Болгарии. То есть они будут очень сильно укреплять сейчас военно-морские силы. Ну, Турция сама может сделать, а американцы помогут румынам и болгарам, короче. Поэтому вот ключевой компонент безопасности в Европе станут сейчас вот Польша, Румыния, еще раз повторю, Болгария, Турция, я бы добавил сюда еще другие страны приграничные. В первую очередь Словакия и Чехия. Почему? Поскольку они, ну, как бы, у них традиционно очень сильная армия. Мы помним, что даже перед Второй мировой войной там у Чехословакии была одна из лучших армий, оснащенных на континенте. Плюс у них огромная промышленность оборонная на сегодняшний день. Вот. Уязвимы кто? Уязвимы скандинавские страны и балтийские. У них очень маленькая армия, они не могут себе позволить содержать. Там американцы, у них только единственный вариант увеличивать присутствие. То есть размещать там военные базы. Но они и сейчас их закрывают на ротационной основе страны НАТО. Мы знаем, что там то бельгийская авиация, то испанская, то португальская, значит, то там британская. Поэтому, ну это нормально. Они закрывают здесь компонент, но они не могут себе позволить содержать большую армию. Поэтому будет строиться, ну как бы основой этой безопасности будет вооруженные силы Польши. Вот. Они будут как бы основными в этой истории. А какое место Украины будет в новой системе безопасности Европы? Ну, смотрите, до тех пор, пока Украина не является странной кандидатом в члены НАТО. Украина не может серьезно рассматриваться, как... Мы союзник, да, безусловно, НАТО, но они не могут строить как раз такую массовую систему безопасности до тех пор, пока мы не получим статус страны-кандидат. Мы уже знаем, что задача поставлена до конца лета перевести ВСУ на стандарты НАТО. Об этом они заявили. Это очень амбициозная цель. Это очень короткий период. Фактически за три с половиной месяца завершить переход на НАТОвские стандарты. Но, с другой стороны, учитывая то, что сейчас идет полная замена старого советского вооружения, тяжелого, стрелкового на НАТОвские образцы, я бы не сказал, что эта цель недостижима. То есть, смотрите, они уже четко показали, показали сигнал того, что они собираются сейчас Украину укрепить в военном смысле и сделать нас одной из центральных стран. Если следом за этим последует предоставление Украине статуса членов НАТО, и мы получим четкую перспективу, тогда вокруг вооруженных сил Украины и Украины будут строиться. То есть, мы, безусловно, превосходим под всем параметром, как численным, так и профессиональным, превосходим все остальные вооруженные силы Европы. ВСУ сейчас становятся, ну, я бы сказал так, наверное, где-то третьими, третья армии сейчас на континенте. Круче нас только, будем говорить откровенно, это вооруженные силы Франции и вооруженные силы Великобритании. Германии я не рассматриваю все-таки, несмотря на все, все-таки мы как компонент становимся еще раз третьей вооруженной силой. И это с перспективой дальнейшего роста. То есть, если мы получим новейшие, например, корабли, корветы, фрегаты, укрепим авиацию, если мы получим серьезные, F-15, F-16 истребители, системы Патриот, то все, тогда мы будем номер один. Но у нас не будет на Европейском континенте, у нас не будет, имеется в виду среди цивилизованных стран, мы будем в НАТО, в Европейском компоненте, в АСУ будут номер один тогда. И эта цель достижима в течение даже краткосрочной перспективы, это 3-5 лет. Сейчас появляется такая информация, что в Генштабе России проходят чистки. Вот куда-то отделся глава Генштаба Герасимов, замначальника Генерального штаба, Главного управления, Главного оперативного управления. Как вы считаете, если такие чистки имеют место быть, на основании каких событий за последний месяц Кремль принял такое решение? Ну, смотрите, у Путина есть серьезнейшая проблема. Крайне низкие профессиональные уровни, крайне низкое качество командного состава. Он годами лелеял в них, в первую очередь, другие качества. Гибкость, послушность, тщеславие, коррупцию. Они должны были восхвалять Путина, всячески рассказывать ему о победах, уметь предоставлять. Поэтому, смотрите, при Шойгу действовала самая большая прислужба, наверное, вообще в истории российского Министерства обороны. 600 человек трудилось. То есть, они сумели создать такой обалденный фасад, просто Пятенкинский. Российские вооруженные силы, ВС, РФ, они вообще номер два в мире. Они реально всех убедили. Смотрите, даже западные разведки, они в этом убедили, потому что они профессионально занимались очень х**цом. Давай, говорите, это вен. И, конечно же, когда они столкнулись с реальной жесткой реальностью, когда война велась не против повстанцев ИГИЛа, не против сирийских повстанцев, которых они просто безбожно, давайте, говорите, это вен. Они безбожно их просто бомбили с безопасной высоты. Когда и были кассавцы, я говорю, конечно, в переносном смысле, они убивали боевиков, мероприятие населения, просто убивали десятками тысяч, примерно химическое оружие. Но когда доходило до наземных операций, вспомните, как все было плохо для ЧВК Ваннера, как их в пух и в прах от 400 наемников просто разбили американцы, вообще просто их раздолбали в секунду. Это было абсолютно показательно для них. И вот, когда они зашли, они столкнулись с реальными вооруженными силами, не с повстанцами, не с мирными гражданами, они столкнулись с армией, они просто оказались совершенно недееспособными. Это армия 20 века, которая воюет по методичкам Второй мировой войны. Они вот, как у них были танковые прорывы, там, лобовые, как у них были вот штурмы, как они шли колоннами, там, типа, и не понимают, то есть их раздолбывают, они идут, их просто на марше убивают, они еще даже не пришли в себя, а их уже нет, они уже все мертвые. Ну вот, они так воевали, они так же воевали в агнистане. То есть, ничего же не поменялось. Просто, что раньше там не было таких армий, они не сталкивались. Смотрите, когда последний раз советская армия сталкивалась с серьезным боестолкновением, вот я говорю, не повстанческим, не маджихедов, не партизанцев, когда они сталкивались вот серьезно, так, на поле боя. Ну, это была Вторая мировая война. Все, что было после этого, там, даже Гитрам, ну, советская армия не воевала, воевали там советники, отдельные компоненты, корейская война, там, потом, афганская, это все было не то, это все был, как бы, компонент или минимальный какой-то, или это было на уровне советников. И вот эта армия показала настоящую цену российской армии, потому что даже в Чечне этого не было. Они, опять же, воевали, компонент называется инсургенты, повстанцы. Это все была другая история. И они, вот, в реальном столкновении в последний раз воевали в 45-м году, после разума на Северной Германии с кем, с плантунской армией Японии. Все, это был последний конфликт. Но, извините, это уже прошло на минуточку с того времени 77 лет. 77 лет. О чем мы говорим? То есть, вы застряли, вы застряли, вот вы воюете по методичкам Жукова, условно говоря, Тимошенко и Рокоссовского. Ну, так вы будете все проехать. О чем мы говорим? У Генерального управления разведки Минобороны Украины внутри российского генералитета усиливается скрытое противостояние, в том числе и в генштабе. Как вы считаете, в чем это противостояние выражается? Это, возможно, борьба за власть, саботаж или еще что-нибудь? Ну, я могу судить, опять же, по информации посвенной. У нас нет, на самом деле, будем говорить это верно, у нас нет достоверной информации о том, что происходит в Генеральном штабе вооруженных сил РФ. Ну, до конца мы не знаем. Это первое. Во-вторых, есть много лживой информации или дезинформации, которую они бросают сами для того, чтобы мы поверили, чтобы на нас дезориентировать, и поэтому нужно относиться крайне внимательно. Но я практически уверен, даже со ссылкой на косвенные данные, что, безусловно, там идет поиск стрелочников, они занимаются сейчас поиском козлового отпущения, поскольку надо кого-то наказать. Но если они проиграли, безусловно, что все отвечать не могут, что их уже не может нести ответственность, поэтому надо кого-то назначить крайне. Крайне будут назначены, я уверен, что даже посажены, что даже будут суды, аресты и уголовные приговоры, что их будут сажать, реально, за провал, то, что было, кого-то за шпионаж посадят, там, за госизмену, кого-то посадят за превышение полномочий, кого-то посадят за то, что он неправильно разработал какую-то военную транс. Это неважно. Мы должны быть заинтересованы, чтобы там такого было больше, потому что чем больше вот такого происходит, тем больше будет саботаж, тем больше они будут не выполнять приказы, поскольку нет смысла, они поняли, что если мы вот выполняли приказы, если нас посадили, то тогда нам точно не надо выполнять, мы должны затягивать эту войну, срывать эти операции и за сорванную операцию, ну там, за сорванные наступления, шансы сесть меньше, чем за наступление, которое было начато, оно провалилось, были огромные жертвы, вот за это точно посадят. Лучше сделать все, ну то есть нет наступления, нет дела, вот так. Можно ли считать, что разгром российских войск при попытке форсировать Северский Донецк, Северский Донецк, это, пожалуй, первая существенная победа украинских войск на поле боя, или было что-то до этого? Ну, знаете, сложно выделить. Каждая операция, проведенная в ВСУ, она героическая. Я бы сказал так, что на самом деле героизм был проявлен в первую очередь в том, что, например, не удалось захватить Николаев. Это было ключевое, одно из ключевых сражений этой войны. Они катились по югу. Если бы они вышли на Николаев, пала бы Одесса, пала бы Запорожье и Днепр. То есть они бы полностью тогда захватили и оккупировали всю Левобережную Украину. Вторая точка, где они проиграли, она была очень важна, это то, что они не смогли захватить Харьков. Хотя и пропагандистские каналы уже вывешивали там видео типа 2014 года, когда вывешали российские флаги и выдавали за то, что российские флаги уже в Харьке. Они не дошли там где-то 4, где-то 2 километра до города. Вот буквально их остановили. Третье, где они проиграли, это была героическая оборона Чернигово и Сум. Это было супер важно, поскольку, если бы они пали, тогда бы пошла угроза взятия Киева. Мы это прекрасно понимаем. Четвертое, ключевое их поражение, это было поражение в битве за Киев, которое они, ну, уже анонсировали взятие и пытались взять в кольцо, и им это не удалось. Это было, ну, вот то, что они проиграли битву за Киев, это было их, как бы, это было первое смертельное ранение зверя. То есть ему нанесли смертельную рану. Он еще жив, но эта рана, она кажется для него фактически смертельной. Пятое, это было гибель флагмана Чиев ракетного крейсера Москва, она говорит, это, наверное, пятое. Шестое, это было многочисленное разгром под Чернобаевкой, то есть, которое тоже стало легендой для ВСУ, их постоянным позором для армии России. Вот, и одно из самых важных событий войны, седьмое, я бы поставил, это героическая оборона Мариуполя, которая держится до сегодняшнего дня. Мариуполь, это, в принципе, находится за пределами логики человеческого, ну, вообще, физического объяснения, как может держаться столько дней город, и как они могут его не сломить. Я бы сказал, что вот Мариуполь, это, наверное, самое важное, на самом деле, поскольку он стал точкой всей войны, он стал таким вот Сталинградом, да, то есть, Киев нанес смертельную рану, но Мариуполь, это был для них, которые продолжают держаться, и неважно, даже если они захватят, в конечном итоге, если не удастся эвакуировать, не дай бог, наших героев с Зубстали, если не дай бог, Мариуполь останется все равно, это будет самая высшая точка героизма, которая, ну, ничто не может превзойти, никогда. И в этой войне, я думаю, что, ну, этот пример, он будет на самом деле воодушевлять не только украинскую армию и украинский народ, но и весь цивилизованный мир. То есть, эта история войдет в легенды, они напишут десятки книг, снимут огромное количество фильмов, в том числе и Голливуд снимет, я уверен, об этой войне обороне Мариуполя. История, например, девочки Алиса, четырехлетней, которая 72 дня провела в подвалах Казу Сталий, которую спасли. Вот, поэтому, ну, вот, это героические, героические моменты, которыми мы должны гордиться по-настоящему. К мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, мы входим в долгосрочную фазу войны. Для многих людей это не совсем понятно, что такое долгосрочное. Давайте попробуем расшифровать, долгосрочно это сколько и что в этот период будет происходить. Очевидно, министр Резников имеет в виду то, что война затягивается, поскольку у России старого вооружения очень много и пока нет перелома в войне, российские военнослужащие, российская армия будет выполнять приказы, в том числе преступные. Пока этот перелом не наступил. Поэтому министр имеет в виду, что война может затянуться на год, а возможно до конца 2023 года. Ранее соответствующие прогнозы делал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и военная разведка Ее Величество. Это один из основных сценариев, можно сказать, это правда. И война может затягиваться. Почему? Потому что у Путина остается огромные человеческие ресурсы и огромное количество пусть устаревшего, но вооружения, которое он может использовать. Он может его тянуть со всех концов Российской Федерации сюда еще годами, годами. Но я все же исхожу из того, что данный консервативный сценарий его возможность остается достаточно невысокой. Почему? Объясню. Российское население уже летом почувствует этим, вот уже начиная с июня месяца, почувствует влияние западных санкций. Они почувствуют это на собственном кошельке. Они формально уже почувствовали, но реально к ним осознание придет вот сейчас летом. Почему? Лето – традиционный период отпусков. Они привыкли куда-то ездить, тратить деньги, которые они копили в течение года. Вот летом, допустим, не поедем там за границу, но поедем в Крым или в Сочи поедем или поедем отдыхать куда-нибудь в Юрмалу. А сейчас оказывается, что они куда выехать они не могут. У них денег нет, их за границу не выпускают, и вот это приведет к очень серьезной депрессии. Как результат, у них начнут косить от армии, начнут разрывать контракты, это уже происходит. Их не столько военные потери, сколько, они же очень меркантильные нации. То есть, они мелочные, вот когда они почувствуют на себе, они уже начинают чувствовать сейчас на своем кошельке, на своем благосостоянии то, что начинает их сейчас серьезно подтачивать, вот они сейчас начнут езжать, как свиньи, извините за выражение. И вот этот момент для Путина, он очень чувствительный к собственной популярности. У него рейтинг вот уже свидетельствуют независимые социологи, медленно вот так, сползают, как сборки с скоростью там один-полтора процента в месяц. То есть, после того, когда он рос, он начинает падать, 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 падать. И вот эта история, она его будет очень сильно подтормаживать. И самое главное, если будет серьезное военное поражение, летом, оно может быть, например, я уже обрисовал, это может быть либо юг, либо потеря Донецка и Луганска и Мариуполя, это может стать точкой невозврата, после которой у них все, они могут посыпаться. Перед 9 мая американская разведка предполагала, что Путин может объявить о мобилизации или даже официально объявить войну Украине. Как вы считаете, почему американская разведка ошиблась? Потому что американская разведка, еще раз повторю, она исходит из количественных показателей, они же нормальные, но это не бюрокарты, это можно костей, не считали. А сколько там танков у Украины? А, 2500 тысяч? А, ну понятно. А у России сколько? 14 тысяч? А, ну вообще вариантов нет, все же понятно. А сколько у Украины авиации? Там около 100 боевых самолетов, а у России 1100? О, ну 10 раз. А флота, сколько у Украины? Один фрегат, да, там, гейтмансов и дачный, все остальное, москитный флот, то есть, а у России? Ой, крейсер Москва, там, три фрегата, значит, нового класса буревестник, ой, 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 а десантные корабли, там, постройки 2015 года, а у Украины? Ничего нет, ну все, ну понятно. А у Украины противокорабельные ракеты есть? Ну, какие-то есть там, не по туме, ну, то есть все, десант будет высажен, Одесса будет захвачена, там, Мариуполь будет захвачен, все, Киев, три, ну, они, 72 часа, все, ну, то есть, все же понятно. Ну, вот они недооценили, переоценили россиян, недооценили нас, такая же ошибка, плюс, будем говорить откровенно, их очень сильно подорвал опыт Аминистана. Они считали, что даже при полном, посмотрите, они вложили в их армию 80 миллиардов долларов, 80 миллиардов, ну, на минуточку, это российский, ну, чуть больше российского годового военного бюджета. А для такой страны, как Украина, у нас 4 миллиарда военный бюджет. Это за 20 лет наш бюджет, 20 лет. Там были все, что хочешь, танки были, вертолеты были, причем российского производства, да, гранатометы, джевелины все были, что мы говорили, все оружие, которое Украина сейчас воюет, оно же все было, гаубицы были новейшие, все было, все побросали, все отдали Талибам. Вот такая ошибка, то есть, это вот два момента, три точнее, переоценка российских вооруженных сил, и третий, афганский надлом, излом, который их очень сильно поломал. И они через призму Афганистана уже оценивали нас. Ошибочно, видите, ошибочка вышла. Спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего вам вечера. Афганистана nia